Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем с вами очередную лекцию, чем о лекции «Социальное изменение». А мы с вами изучали социальное становление. Правильно? Вот это, так сказать, более сложная форма движения, изменения. Но я не хотел бы просто вам сообщить, что я по этому поводу думаю, потому что один придёт одно думать, другой что-то другое по этому поводу думать, третье ещё что-нибудь. Поэтому речь идёт о научном понятии изменения. А научные понятия не постулируются, если это не самое первое, а выводятся из более простых. Поэтому мы должны взять это наше становление и вывести из него понятие изменения. И вот это движение понятия, оно отражает движение действительной жизни, поскольку вообще сознательное понимание того, что происходит, является отражением того, что происходит в действительности. Итак, давайте вспомним, что такое становление. Мы можем вспомнить очень просто. Я спрошу, а вы мне скажете. Вы не можете мне сказать, что такое становление? Становление что такое? Вот вы, как правильные права сказать, что вы музеолог или музеолог в становлении? Музеолог в становлении. Ну, правильно, да? Так, точнее. С одной стороны, вы смело можете сказать, что вы музеолог, поскольку музеолог в становлении – это музеолог. Без таких, что я ещё не музеолог, у меня ещё ничего не получается, я такой, я слабая, я молодая совсем, ничего не понимаю. То есть, как бы не прибедняйтесь. С другой стороны, когда вы говорите о становлении, так сказать, ну, претензии нельзя больших предъявлять. Если человек в становлении, он ещё не ставший, да? Ну, поэтому, это очень хорошая категория, но надо поэтому и знать, что это такое. Что такое становление? Более, скорее всего, развитие учёта по становлению. Значит, какое есть общее научное правило? Более простые категории не выводятся из более сложных. Как категория развития гораздо сложнее категории изменения. Гораздо сложнее. Тем более, она уж гораздо сложнее, чем категория становления. Поэтому становление мы получали из более простых категорий. Какие мы категории использовали, чтобы получить категорию становления? Давайте вспомним. Может быть, возникновение. Да, возникновение. Возникновение и – это один из моментов становления, возникновение, да? Вот у вас мысли возникают. Это одно движение, которое есть в становлении, а другое движение? А другое – прихождение. А тут же они и забываются. Прихождение. Вот, скажем, если мы с вами это изучали, и вы сейчас не помните, это о чём говорит? Что в ходе обучения и освоения знаний происходит два процесса. Возникновение, то есть накопление этих знаний, правильно? У вас знания возникли. И, так сказать, в силу нормального совершенно устройства человеческой головы, которая так хоть просто не удерживает, потому что голова сама по себе, она, так сказать, решает, что это вам вообще не нужно, и, так сказать, она потихонечку и уходит. Но иногда, если вы, значит, напряжуете себе, можете вспомнить или найти в своей голове, но это напрягаться надо. Вот, поэтому совершенно понятно, что и наше восприятие, в том числе восприятие лекции, тоже подчиняется этому же самому правилу, что есть возникновение, а есть прихождение. А что такое возникновение, вот вы сказали? Могу я вот дальше покопать? То есть еще к более простому перейти. Что такое возникновение? На начало чего-нибудь. Нет. Нет. Начало чего-нибудь – это не развитый результат. А результат, как мы с вами говорили, это развернутое начало. А вот что такое возникновение? Возникновение – не начало. Начало – не возникновение было. А что у нас было в начале? Что началом было? А? Не слышу. Что такое начало? Нет. Что было началом? Что является началом рассмотрения? Мы с чего начинали? С самого простого. Мы начинали с простого или сложного? Простого. Ну, как можно начинать? Если начнем здесь со сложного, если оно берется как начало, то оно и рассматривается как простое. То есть, как бы мы ни старались что-нибудь схватить, вот я беру вот это вот, но я не успел и не успею объяснить, что это стул, потому что то, что я взял, это что? Некое бытие. Но в самом начале какое бытие мы рассматриваю? Мы начинаем, если мы начинаем с чего-то, то оно есть или его нет? Если мы начинаем. Есть. Есть. Вот то, что есть, как называется? Как называется то, что есть? Значит, вот так устроена наука логики, что она и методически так построена хорошо, что начинаем с самого простого. Уже проще не бывает. То, что есть, называется бытие. Бытие. Какое бытие в самом начале? Вот какое бытие вы можете, так сказать, вот, если вы смотрите на свой телефон, он есть? Есть. А раз есть, то он что? Бытие. Но не существует. Ничего себе, вы взяли такую категорию из второй книги. С ума сойти, это голова вспухнет от такой категории. Бытие есть и всё, не надо притаскивать. То есть, вам нужно выкопать там вот такую маленькую ямбу. И вы, значит, где-то заказали шагающий экскаватор, чтобы он, так сказать, приехал тут, его тут собрали. И начинается это. Зачем? Ну, если это простое. Мы начинаем с простого. А что такое? Почему с простого? Потому что сложное – это сложное из простых. То есть, вот, существует такая проблема даже запоминания. То есть, так надо строить вот науку, чтобы это не было таким тяжёлым камнем у вас в голове. Что это надо как-то запомнить, а запомнить трудно. А это, ну, как бы, легко воспроизводимо. Если это легко воспроизводимо, то, как бы, можно и не запоминать, а вот сюда, так сказать, напомнить, как это дело получается. Есть бытие. Какое бытие? Если я ещё ничего не знаю про это бытие. Если ещё ничего не сказано про него, про это бытие. Что это? Какое бытие? Какое? Да вы что? Наличное – это налицо. А бытие, может быть, и не налицо. У вас сердце есть? Оно налицо? Нет. Ну, не следует, чтобы вы бессердечны, если оно не налицо. Как это поётся в песне, да? «Моя подружка бессердечная, мою любовь подстерегла». Бессердечная. И бывает бессердечная, видимо. По крайней мере, в песнях. В песнях бывает? Бывает. То есть, налицо именно. Ещё раз, значит, мы возвращаемся. Вот тут такой интересный парадокс. Вот я вам даю самые простые категории, а вы эти самые простые не привыкли. И так у нас вообще построено образование во многом, не совсем методично. Самые простые трудно запоминать. Ну, проще уже ничего не было. Самое простое бытие, если я скажу, вы сразу со мной согласитесь. Знаете, что такое самое простое бытие какое? Это чистое бытие. Вы будете спориться? Нет. Ну, потому что вот сейчас вот, видите, вы испортили страницу. Вы на ней пишете. А самая простая страница-то какая? Чистая. Вот чистая, на ней ничего нет. У вас чистый лист бумаги? Я же не сказал, что это грязный. Но чистым листом мы называем такой лист, на котором ничего нет. У нас сейчас с вами чистое знание о чистом бытии. Чистое. Ничем не замутнённое, не отягощённое. То есть вот на лекциях по философии вы должны чувствовать себя отдыхающими людьми. Везде такие сложные категории. То, что вы изучаете, все такие конструкции, чтобы начнёшь их находить у них начало, с ума сойдёшь. Такие-то сложные, правильно? А тут бытие – красота. Вы бытие? Да. А вы? Ну, какое? Ну, про чистое – это просто вначале чистое бытие, а потом выясняются какие-то подробности. Так, ну хорошо. Значит, первое бытие – чистое. Мы неслучайно воспроизводим, потому что мы дальше так и пойдём. Чистое бытие. И вот, конечно, можно запомнить, что такое чистое бытие. Это первое, что есть. Это такое бытие, о котором что? Нечего говорить, нечего его изображать, вот, нечего в нём различать, нечего понимать. Бытие – и всё, без всякой дальнейшей определённости. И что вот, если мы это осознаем, что в нём ничего нет, то что будет означать это наше осознание? Вот мы осознали, что в чистом бытии нечего различать, нечего изучать, нечего познавать. И мы тем самым пришли к какой мысли? Вы слово «нечего» слышали в моём рассуждении? Нечего, 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 нечего. То есть мы от мысли о бытии пришли к мысли о чём? О ничто. Ну, люди, которые не привыкли к диалектике, если она выбрасывает бытие тогда, и что, не выбрасывает это ничто. А мы что делаем? А мы зафиксировали это движение мысли. Чистое бытие превращается в чистое ничто. Ну, если думать о чистом бытии, придёшь к мысли о ничто. Если не будешь думать, ни к чему не придёшь, это понятно. Но если будешь думать, поэтому это же мышление и движение совершается, вот это мышление. Но если оно совершается в мышлении, а наше мышление отражает действительный мир, то это происходит и в действительном мире. всё, что является бытием, переходит в свою противоположность, в ничто. Правильно? Ну, чистое бытие – в чистое ничто. И что делать? Ну, вот, так сказать, с расстройством можно было бы сказать, или с непривычки философской, что ну, раз ничто, ну, всё, так сказать, всё, ничего не стало. Было хоть чистое бытие, хоть какое-то бытие, теперь вообще никакого нет. и бросить это всё. На самом деле мы должны фиксировать то, что происходит у нас в мышлении. Чистое бытие перешло в чистое ничто. Ну, какое ничто оно перешло? В чистое же, правда? Ещё мы ничего о нём не сказали. Вот этот переход чистое, чистого бытия в чистое ничто, мы зафиксировали. Второй. Теперь, второе, что мы должны сделать? Мы должны рассмотреть то, что получилось, к чему мы пришли. Мы пришли к чистому ничто. Вы никогда не задумывались в жизни над чистым ничто? Вот у вас есть шансы об этом подумать. Потому что все стремятся к простоте. Уже более простого, наверное, но только чистое бытие проще, чем чистое ничто. А чистое ничто, вот что вы знаете о чистом ничто? Я уверен, что вы знаете всё о нём. Что вы о нём знаете? Вы тренируетесь? Тренируетесь. Это универсальное средство сдавать зачёт. Что вы знаете о том, о чём вы ничего понятия представления не имеете? Что вы знаете о нём? Что? А? Что? Ну ладно. Это всё, значит, неквалифицировано, философ. Вот меня спросите, что я знаю о том, о чём ничего не знаю. Спросите. Что вы знаете о том, о чём вы знаете? Вот я не буду так, как вы. Я знаю, что оно есть. Ну, раз вы спрашиваете меня о нём, что вы знаете, значит, раз оно есть, по крайней мере, в вашем вопросе. Логично? В вопросе есть, в вашем. Вы же спросили меня. Вот вам надо сдать зачёт, а вы ничего не знаете. Что вы делаете? Я спрашиваю, что вы знаете об этом? Он говорит, я знаю, что оно есть. Я говорю, а что ещё знаете? А вы говорите, Михаил Васильевич, дорогой, мы же с вами договорились с одним вопросом, а вы устраиваете допрос. У нас всё-таки здесь университет, а вы тут какие-то допросы, резекуции. Давайте уж, как договорились, я ответил, ответила. Ну, всё, ставьте зачёт. Ну, экзамен, там два вопроса, там сложнее. А уж и зачёт-то всегда, можно сказать. Правда? Это же универсальное средство. То есть, вместо того, что вы, так сказать, не знайки, при некоторой тренировке философской, вы все превратились в знайку. И можете ответить на такой вопрос. Ну, а о подробности? Ну, мало ли кто, во всех подробностях никто вообще ничего, всё ни про что не знает. Правда? Познание бесконечное, наука бесконечная. Чего же вы будете нас бесконечно спрашивать? Давайте где-то остановимся на этом. Короче говоря, вот мы рассматриваем это самое чистое ничто. И теперь-то вы можете сказать, что вы знаете о чистом ничтое? Вот, видите, как красиво. Только надо натренироваться, чтобы так, ну, как бы это, ну, с гордостью, так сказать, солидно так. Я знаю, что оно есть. Вот как вы сказали, а я как ответил. Вот спросите меня, про что хотите. Вот спросите меня, любой вопрос. Я сейчас отвечу. Что я знаю, про что? Да, спрашивайте, я все равно отвечу одно и то же. Давайте. Ну, что оно есть, да? Ну, естественно, но важно, как исполнить. Давайте, спрашивайте что-нибудь. Что вы знаете о Боге? Я знаю, что Бог есть. Если вы будете допрашивать дальше, я могу сказать, что Он есть хотя бы вот в нашем с вами разговоре. Был разговор? Все видели? Ну, поэтому, ну, эти подробности, это уже начинается уже, так сказать, допрос. А где есть? Как есть? Что есть? Это уже слишком много. А достаточно, что мы уже это мыслим, да? Но это хороший предмет. Ничего читать не надо. Не, ну, то есть, полезно почитать, но главное, что это можно вывести. То есть, как бы, чтение состоит в том, чтобы, ну, проверить себя, правильно ли я его ввожу. Правда? И всегда хорошо иметь какой-то костыль. То есть, я хожу без костылей, но если что, знаете, как сейчас ходят с лыжными палками? На всякий случай ходят, а вдруг падать будет. Тут они обокрутся. Ну вот, так вот, нечто есть. Вот что, так сказать, делает простой человек? Простой человек на этом говорит, ну вот, я брал бы сие. Оно превратилось в ничто. Взял ничто, ну, знаю, что оно есть. И что? И он, так сказать, не понимает, что у него в голове прошло движение превращения чистого ничто во что? Ну, раз ничто есть, во что превратилось? В бытие. Вот. Ну, смотрите, это уже прогресс колоссальный. Не в чистое бытие. Какое чистое? Какое оно уже чистое? Это же третий шаг. Это вообще там подробности в море. Чистое бытие, чистое ничто, это всё в нём. И всё о нём. В бытие. Значит, вывод какой, что чистое ничто переходит в бытие. А бытие-то мы уже выяснили в самом начале, когда оно ещё было чистым, что бытие переходит в ничто. И вот теперь нам только нужно осознать, что мы, какая у нас в голове уже картина. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Нет ничто, нет бытия, а есть лишь движение и перехода бытия в ничто, а ничто в бытие. Вы такое видели когда-нибудь? Да мы такое только и видим на самом деле. Ничего нет такого, которое не переходило бы в ничто, и нет такого ничто, которое не переходило бы в бытие. Просто мало видит, если мы под видеть, понимаем не зрение человека, не связанное с мозгом, а просто отражение, ну, видите, у озера грах, и птичка летит. И что там, плохо отражается, что ли, в воде этого озера, как летит птица, очень неплохо. Ну что, озеро думает, да? Нет. В чём разница в нашем отражении? Что мы вот это отражаем, и мы отражаем в мысли, то есть это проходит через мозг, и для нас у зрения это только, так сказать, ощущение, это способ передачи изображения в мозг. А там уже мозг, это дело. Хотел сказать, анализирует, но в данном случае он не анализирует, тут синтезирует. Бытие – переходящее в ничто, а ничто – переходящее в бытие. Нет такого бытия, которое бы не переходило в ничто, и нет такого ничто, которое бы не переходило в бытие. Значит, что есть? А что тогда есть? Что это? А что мы? К чему пришли? И мы пришли к тому, что есть движение исчезновения бытия в ничто, а ничто – в бытии. Такую когда-нибудь вы категорию встречали? Встречали на прошлой лекции, но уже благополучно она из памяти выветрилась, поэтому самое время взобновить. И это хорошо, потому что лишние знания портят цвет лица. Так что не будем по этому поводу печалиться. Значит, а лишнее или не лишнее – это потом поясняется в ходе уже дальнейших рассмотрений. Значит, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии – это красивая же такая формула, правда? Движение, в котором движение одно, а в нём противоположное движение. Ну, как говорят, в душе борются два противоположных движения. В душе, да? Сделать – не делать. Даже в песнях это отражается. Оба парня статные, оба хороши, рябина, рябинушка, сердцу подскажи. Поётся же. Это что такое? Вот туда-сюда, 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 туда-сюда. Делать – не делать. Прийти на лекции, не прийти на лекции. Часть пришла. Это почему? Победила тенденция превращения ничто в бытие. Часть не пришла. Победила тенденция превращения бытия в ничто. Как я должен к этому относиться? Если я просто отношусь как преподаватель, как цербер – это одно дело. А как философ я должен... Ну, боролись люди, но не смогли побороться. Это движение противоположное в бытие, переход в ничто, да? Вот вы смогли, вы герои. Но это слабые люди. Надо их жалеть. Правда? Особенно жалеть я буду их на экзамене. Потому что жалеть и жалеть – это, так сказать, близкие слова. Так, мы же с вами готовимся ещё раз. Мы же готовимся одновременно. Не просто. У нас лекции выделены от часов. Мы никуда не бежим, никуда не спешим. Спокойно изучаем, солидно. Где ещё так солидно изучать такие вещи, как бытие и ничто? Нигде. Начнёте рассказывать родителям или родным, скажем, что вы с ума сошли в своём университете? Что вы там изучаете? А мы идём от простого к сложному, потому что сложное – это сложное из простых. А вы берёте просто какими-то кусками непрожёванными и проглатываете так. Заворот кишок будет в голове. Так. Ну, надо как-то назвать эту новую картину. Картина-то какая? Смотрите, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И так всё время это переходит. Как вы его назвали? Изменение. А? Изменение. Вы далеко вперёд смотрите. Вы прямо… Это мы ещё до изменения нам пахать и пахать. Как называется движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии? Одно движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Могу вас порадовать. Это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. О чём было в своё время сказано. Вот это и есть становление. Но внимание должно быть ваше сосредоточено не на том, как это называется, а на том, что это выведено. Понимаете? То есть мы к этому пришли, а не то, что вы пришли, и я вам сообщил, и вы понесли. Не расплескал. Не в этом дело. А мы с вами воспроизвели вот это сложное и спросите, это сложное? Это сколько сторон в этом, в том, что мы получили, в этом становлении? В этом становлении есть два противоположных движения. Одно движение – это переход бытия в ничто, а другое – переход ничто в бытие. Как называется переход ничто в бытие? Как бы вы назвали? Ну, а вот философы, в отличие от математиков, стараются так назвать, что это было к тому, как люди это обычно и называют в языке. Потому что язык – это тоже отражение формы мысли, и в языке переходы эти заключены. Как вот вы бы назвали переход ничто в бытие? Вот я сейчас вам сообщу, и вы со мной сразу согласитесь. Вот согласитесь, что переход ничто в бытие – это возникновение. Ну, не было и стало. Согласны же? Возникновение. Вот если у вас лучший вариант, давайте, но лучше вы не найдёте. Возникновение. То есть переход ничто в бытие – есть возникновение. Теперь попробуйте ответить на противоположный вопрос. Было и не стало. Переход бытия в ничто – это что? Ничто. А? Исчезновение. Нет. Ну, это тоже можно. Можно такой был бы вариант. Можно исчезновение сказать. Но это называется более таким, как бы отвлечённым от того, что связано с представлением. Оно может исчезнуть у вас, вы его уже не видите, но оно просто за стенку дошло. Вот сейчас солнце исчезнет, но оно останется. Оно не перешло в ничто, а только и лучи, так сказать, исчезли, которые на нас направлены. Поэтому исчезновение – тут не совсем подходящее слово. А вот подходящим словом является прихождение. Слышали? Всё приходящее. Вот если вы до этого дошли, до того внимания прихождения, то вы уже можете стать мудрецами. Вот представляете, мы с вами это разбирали и дошли до прихождения. И запомнил я только одно – это понятие – прихождение. Это переход бытия в ничто. И поехал я в пустынь. И стал там вещать. Вот смотри, я уже провещал вам полчаса. С чистого ничтоа начиная. И стали ко мне люди приходить, чтобы я их наставлял, мудрым мыслям научал. А каким мудрым мыслям? Вот они мне рассказывают свою жизнь, свои боли, печали. Вот вы мне рассказали только что. У меня то, значит, это нас мучает, тут стипендия маленькая. Вот. Говорите, надо сдавать экзамены. Это всё. Пятое, десятое. Всё я вам отвечу, как мудрец. Это всё приходящее. И вы сразу просветлеете и пойдёте с удовольствием домой. И у вас, если какие есть проблемы, приходите. Я вам сразу скажу, что это всё приходящее. Это всё приходящее. То есть, чтобы быть мудрецом, достаточно вот одну вы мысль, так сказать, выучить и только её и повторять. И вот вы всё это приехали ко мне. Я вам рассказал про все ваши беды, что они приходящие. Вы пообрадовались, уехали. А через год приезжаете радостные. Всё то, что у вас там было плохо, стало хорошо. Стипендию повысили на три рубля. Экзамены вы сдали. Никто вас не выгнал. Зря боялись. И всё это рассказываете радостно. А я вам что говорю? То же самое. Это всё приходящее. И радости ваши эти все приходящие. Вот видите, то есть, прослыть мудрецом, зная одну категорию, отшельником. Ничего не стоит. Итак, мы с вами что получили? Мы получили название далее. Двум противоположным движениям, которые содержатся в одном движении. Становление – это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. И вот движение исчезновения бытия в ничто называется прихождением. А движение и исчезновение ничто в бытии называется возникновением. Это к чему относится вот это вот то обстоятельство, что в становлении есть единство возникновения и прихождения. Так можно сказать? Мы теперь поняли, что в становлении есть единство возникновения и прихождения. Это одно. Одно целое. И в нём просто противоположные движения. Вот вы у меня на лекции сидите и смотрите на меня. Про вас не буду говорить, чтобы не травмировать душу. Про себя скажу. Вот я лекции вам читаю, а я же умираю. Не потому, что это я, а потому, что вообще жизнь имеет начало и окончание отдельного человека. Поэтому с одной стороны можно развиваться, так сказать, получать всё больше и больше знаний, мастерство своё оттачивать, но при этом идёт неуменимый процесс движения к окончанию жизни. Так? Я поэтому про вас не говорю только про себя. Но это два процесса одновременно. Если вот вы пойдёте в буфет по окончанию лекции моих, вы подкрепитесь, то есть как это будет процесс какой? Возникновение. У вас там не было пищи в желудке? Она появится. В крови не появились питательные вещества для ваших клеток? Они появятся. А что у вас одновременно не происходит? Процесс такой, что эти клетки уже отбросы, клетки передают в кровь, кровь, ну да, соответствующим органам, и идёт противоположный процесс. И у нас есть кровь, одна артериальная, которая приносит кислород и питательные вещества. Она соответствует какому процессу? Возникновение, да? Клетка, так сказать, возрождается. А и одновременно работает и другая система. Это система, которая забирает углекислый газ и ненужные вещества из клеток. Эта функцию выполняет венозная кровь. Ну вы же не скажете у вас два сердца, правда? Одна кровеносная система, одна. И в ней противоположные движения. Или у вас в сказком органы духа, они их два, что ли, у вас? Одни для вдоха, другие для выдоха. Нет? Один? Человек вдохнул и выдохнул. То есть это идёт в одном процессе два противоположных движения. То есть мы с вами получили эту категорию, которая противоречила сама по себе. Обратите внимание. Это так, вот в чём её значение? Во-первых, она не очень сложная, она всего из двух движений состоит, да? Всего-то нам нужно этих кирпичей логических, бытие да ничто, из которых всё составлено. Но они не лежат, как кирпичи, а они превращаются одно в другое. Поэтому эта категория диалектическая, потому что она противоречива. В ней, в одном этом слове становления содержатся два противоположных движения. То есть понятие становления говорит о том, что есть, имеет место два противоположных движения. Это к чему относится эта категория? К каким явлениям, процессам, к чему? Как вы ответите на вопрос, к чему относится это становление? К чему можно применить становление? К чему? К природе. Только к природе? А если не к природе? А что-нибудь есть такое, к чему оно не применимо? Ко всему не применимо. Ко всему. А что изучает философию? Все в общей категории, все в общей. Мы изучаем то, что применимо ко всему. Вот что важно. Ключик маленький, но открывает всё. Это же хорошо, чем большой, но открывает только один чемодан. то есть есть науки, у которых есть ключи к физическим явлениям у физики, к химическим явлениям у химии, а есть философии, у которых есть ключи ко всему. Ко всему. Это не значит, что она всё про это расскажет, но она про всё расскажет кое-что весьма существенное, причём то, что другие науки не могут рассказать. Они не берут именно этого противоречивого движения, потому что противоречивые движения это диалектическая логика изучать, а не формальные. А обычные науки строятся на формальной логике. Для закрепления хочу вам рассказать анекдот о диалектике. приехал в деревню философ, ну, вот вроде меня. Его встречает дед, говорит, ты кто такой? Ну, этот философ говорит, я философ, а что ты делаешь? Я диалектику преподаю. А что такое диалектик? Ну, этот ему философ говорит, ну, дед, ну, что вы спрашиваете? А нет, говорит, мы народ грамотный, мы радио слушаем, телевидение, смотрим, газеты читаем. А вы, как образованный человек, должны нам объяснить? Ну, хорошо, дед, я вам объясню. У вас есть баня в деревне? Тот говорит, есть. Вот мы идем с тобой в баню. Кому мыться? Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед подумал, ну, кому, кому. Мне? Я же грязный. Философ говорит, не-е-е-е. Ты все равно грязный. А я чистый. Мне чистоту поддерживать надо, мне надо мыться. Понял, дед? Дед понял. Да, у вас сильная наука у вас. Эй, дед, это еще не все понял. Это только первый шаг. Это тезис. Запомни, тезис. Я же тебе директику объясняю, тезис. Второй раз мы идем с тобой в баню. Кому мыться? Ты грязный, я чистый. Ну, дед говорит, да ты понял, я вашу диалектику. Ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо, тебе надо мыться. А я грязный, и чего мне мыться? Все равно я грязный. Дед, ну, что ты мелешь? Ну, посмотри на себя, какой ты грязный. Тебе надо мыться, а мне чего мыться? Я же чистый. Понял, дед? Понял. О, дед. Этот антитезис. Запомни, антитезис. Ну, это не все, дед. Это же сложная наука. Третий раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. Вот это, так сказать, воспроизведено здесь такое движение категорий. И то, и другое, и в одном. В одном. В единстве противоположностей. И это единство противоположностей отражается и в мышлении, и рассматриваются противоречия. Но мы рассматриваем противоречия не тогда, когда они очень сложные, когда тут нужно привлекать данные других наук, какие-то обстоятельства происходящие, а рассматриваем в самом чистом и в самом простом виде. Мы с вами рассматривали самое простое и с самого начала. Правильно? Где, скажем, если бы здесь какие-то были специалисты по методике, скажем, вот это очень методично. Начать с такого, что знают все про чистое бытие. Вы все знаете? Что вы знаете про чистое бытие? Ну и все. Это все ведь. Ну и все. Понимаете, есть вещи, о которых вы знаете все. А если я буду вам рассказывать, что я еще об этом знаю, и сказать, ну и что? Все равно то, что вы знаете, не полно. я знаю что-то, вот то, что есть. И вы знаете, что есть. А с чем разница? Невелика. Подумаешь, профессор, у нас профессоров всяких полно. так, ну вот, значит, мы с вами получили уже движение исчезновения бытия в ничто, и ничто в бытии, и в нем два противоположных движения – возникновение и становление. И нам это должно понравиться. И вот теперь мы только должны осознать, что же мы получили. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, в становление. Правда? В становлении одновременно бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Вывод. Разность бытия и ничто в становлении исчезает. Здесь Игорь употребил слово «разность» не в математическом смысле, там от пятия от дня три будет два. Нет. Вот мы с вами разные люди, правда? Разные. Кто-то будет спорить, что мы разные люди? Так вот, эта разность бытия и ничто в становлении исчезает. Раз бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Разность бытия и ничто в становлении исчезает, а становление есть благодаря этой разности. Какое было бы становление, если бы бытие не отличалось от ничто? Правда? Поэтому вывод какой? Смотрите, какой вывод. Значит, становление исчезает. И всё, добытое нашей нашим непосильным трудом умственным исчезла, с чем я вас и поздравляю. Подарок был дорогой, красивый и куда-то испарился. Ещё раз. У нас становление – это единство возникновения и прихождения. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, а это говорит о том, что они друг с друга переходят, и, значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть благодаря тому, что они разные. Значит, и становление исчезло. Ну, тот человек, который с диалекцией, с философией не знаком, он попадает в печаль, бросает, говорит, «Всё я понял, нечего и заниматься этой наукой, только если что и дадут, тут же заберут». И время не пройдёт, пять минут уже всё, отняли. «Только это было, как хорошо, и движение исчезновения, и бытие, и ничто, и ничто, и ничто». У тебя уже ничего нету. Ну как ничего нету? Надо осознать, что такое исчезание и становление. Исчезание и становление – это его отрицание. Вы согласны со мной? Ну, если вы уйдёте сейчас, вас не будет. Слово «не», видите, здесь «не», «не» будет, это отрицание. То есть, а что? Значит, то есть становление само себя отрицает. Отрицает. А становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. Правда? Они же один в другое переходят, бытие в ничто, ничто в бытие, там нет никакого спокойствия. Это постоянное движение и перехода бытия в ничто, ничто в бытие. Вот попробуйте ответить мне на такие два вопроса, которые в связи с этим возникают. А что такое отрицание беспокойного единства? Ну, это сразу на два вопроса невозможно отвечать, а с головолок нет. Давайте на один вопрос. А что это является отрицанием беспокойства? Вот вы, как человек уже просвещенный, в втором курсе можете ответить. Правда? Отрицание беспокойства – это что? Его исчезновение. А? Исчезновение беспокойства. Отрицание беспокойства. Ну, вот вы сейчас о чём-нибудь беспокойтесь, а потом отрицаете это беспокойство. Это как называется? Как можно зайти, с какого края и народ запутать? Ну, что отрицанием беспокойства является, скажите? Можно я скажу? Спокойствие. Будете спорить? Будете спорить, что отрицание беспокойства – это спокойствие? Так, первый вывод уже получен. Вот он, результат. Кладём сюда. Значит, отрицание становления – это надо отрицание беспокойного единства. Значит, это уже спокойное что-то? Хорошо. Наконец-то хоть спокойное, а то это не уловит же это становление. Так, а что является отрицанием единства? Единство – это сложный вопрос, трудный. Вы слово «единство» знаете. У нас единство позиций, у нас, может быть, единство взгляда. Но вот если у нас с вами, у троих человек, единство, это не говорит о том, что мы одну? Одну мы на самом деле, одну. Или всё-таки у нас трое? Трое. Так, единство применительно, это слово «единство» говорит о том, что что-то тут многое, или говорит о том, что тут простое что-то, или что-то сложное? Вот, сложное. Значит, отрицание единства – простое. Вот золотые слова. Видите, я чувствую, у вас уже пошёл, так сказать, взлёт такой философский. Пошёл, пошёл, пошёл. А дальше же, знаете, вот как ракеты, они набирают там скорость, и дальше уже всё, вокруг Земли уже вращается. Ничего не надо, ни топлива, ничего в невесомости находится. Красота. Значит, вывод. Ну, так давайте подытожим. У нас методически очень аккуратно идёт. Отрицание беспокойного единства – есть спокойная простота. Спокойная простота. Вы такое видели когда-нибудь? Ну, в нашем разговоре, в философском, видели, что такое спокойная простоту? Только что я вам доказывал, что всё беспокойно переходит туда-сюда. Вы со мной согласились, а теперь вынуждены согласиться, что вот мы получили спокойную простоту. Ну, и как это назвать? Что вы можете… Так, вопрос на засыпку вам. Что вы знаете про эту спокойную простоту? Что она есть. Вот. Берите пример. Вот. Вот. Вот философ. Настоящая философия пошла. Что она есть. То есть это бытие, да? Ну, так что это бытие. Но это же нечистое. Остаётся только найти правильное название. Как мы его найдём? Ну, вот тут я даже вас и не спрашиваю, потому что вы начнёте искать, где его, как, откуда его возьмёшь. Название мы воруем. У кого? У того, кто разработал диалектику у Гегеля. Открываем и смотрим, как у него называется вот эта вот спокойная простота. Наличное бытие. Бытие наличное. Наличное бытие. Я уже про сердце спрашивал. Сердце вот. Выяснилось, кое-кого сердце не налицо. Бывает, когда сердце наличное бытие. Когда операцию на сердце делают, разрезают грудину, и, так сказать, там делают операцию на сердце. Тогда сердце становится наличным бытием. Правильно? Налицо. А так оно не налицо. Ну, и другие внутренние органы тоже налицо. У всех есть кишки, но никто это не демонстрирует, эти кишки. Но можно это, как говорится, и у всех есть кости, ну, можно их посмотреть, так сказать, на фринке, на кабинете. Или даже плёночку вам дадут. Но они не налицо. То есть, когда я подаю руку, это не значит, что я подаю кость. Я живую руку подаю. Поэтому хорошее название. Наличное бытие. Вот такое спокойное, простое наличное бытие. И вот, и какой вывод мы получили, очень важный. Вот ещё для философского осмысления требуется некая мысленная неторопливость. Не побежать куда-то вперёд, а осмыслить, что же произошло. Было становление, бесконечное движение бытия в ничто, а ничто в бытие, единство, возникновение и становление. Так, и вместо этого оно превратилось в спокойную простоту. А раз оно в спокойную, то никуда оно не девается, это наличное бытие. Оно теперь, можем не спешить, оно не пропадает. Оно есть. Оно прочно есть, потому что это не становление. Это становление сразу куда-то переходит. А наличное бытие, надо с ним спокойно разбираться. Значит, оно остаётся, не пропадает. Что произошло? Произошло отрицание становления, и вот это наличное бытие является результатом отрицания становления. Правильно? Правильно? А как называется такое отрицание, которое является не просто отталкиванием, выбрасыванием того, что отрицается, а если что-то я отрицаю, то оно через это отрицание и сохраняется в этом. Вот вы отрицание своих родителей? Вы не от них произошли? Но вы не они же? Ну, значит, вы их отрицание, но они в вас. И даже вы на них похожи. Вот я прям как вижу вашу маму и папу. О чём это говорит? Это говорит о том, а иногда вот, особенно это видно, когда из роддома или кто-нибудь из консультации едет со своей дочкой или с сыном, ну, видно, что копии вылитые такие. Только эти постарше, а эти такие симпатичные и только помоложе. Спрашивается воспроизведение, так сказать, снова на новой основе. Что это такое? И это называется, что то отрицание, которое изучается в философии и которое рассматривается в философии, не пустое отрицание, от непростого уничтожения, а это сохранение того, что отрицается. Вот смотрите, если я сейчас к вам подойду и вас столкну, вы меня извините, конечно, за такой способ. Вы видите, чтобы вас столкнуть, мне нужно до вас затронуться. То есть в этом действии отрицания есть действие присоединения. Скажем, у Гегеля приводится такой пример. Для того, чтобы нарушителя спокойствию выкинуть из храма, его приходится обнимать. Или для того, чтобы два войска начали сражение, они должны войти в соприкосновение. То есть отрицание в диалектике понимается всегда как такое отрицание, которое удерживает в себе то, что отрицается. Вот совсем простой, даже вульгарный пример. Вы пошли выпейте чаю. Ну, был чай, нет его. Это же вы его отрицали. А что, вы его не выпили? Он же есть. Где? В вас. Ну, хоть не хотите, не вы, я выпью чай. Ну, будет во мне. Я заберу у вас чай, сам выпью. Правильно? То есть отрицание, вот оно сводится, вот такое отрицание с удержанием, отрицание с удержанием. И это диалектическое отрицание. Никаких других отрицаний в жизни нет. Это только кажется, некая абстракция, что, дескать, есть можно просто отрицать и всё. Нет, если вы взорвёте этот дом, будет память об этом доме. Правда? И будет, вы у себя здесь стоял дом, и будут о нём рассказывать, потому что есть, так сказать, книги и так далее, и всё это сохранится. То есть, скажем, дети есть, сохраняют в себе своих родителей, а ещё и своих бабушку и дедушку, а ещё и прабабушек, и дедушек, и прадедушек, и так далее. Так дальше не буду продолжать, а то мы до динозавров и дойдём. Если мы говорим, что мы произошли от, это что значит? Что они все в нас. Правда? Ещё спорят, когда мы вышли на берег с вами, всё это наше племя, которое потом развивалось. То есть, вот это вот действие называется снятием, это надо запомнить, это вот очень важное понимание того, как устроено вообще вот то, что вы говорили, забегая вперёд, развитие. Развитие предполагает только диалектическое отрицание, то есть такое, которое содержит в себе в той или иной изменённой форме, может быть, то, что отрицается. Ну, в данном случае мы таких подробностей не будем употреблять, мы же простую такую делаем систему. Наличное бытие, можем сказать, есть результат снятия становления. Наличное бытие есть результат снятия становления. Это мы подытожили. Мы могли бы побежать вперёд и не подводить эти итоги, но, как вы понимаете, для того, чтобы вот как забираются альпинисты на гору, альпинист должен стоять на трёх точках. На двух может он не удержаться, на трёх он удержится, поэтому он вот заколачивает там очередной крюк с помощью, так сказать, молотка. Но он должен, так сказать, вот, когда он заколотил, тогда он может отпустить теперь ногу и передвинуть её в другое место, а до этого он должен держать. Так и здесь мы не можем двинуться вперёд и дальше, не закрепившись. Вот мы закрепились не просто вот становление в наличное бытие, но перешло и перешло, и у нас это из головы улетело и из жизни. А в жизни, на самом деле, всякое отрицание содержит в себе то, что отрицается. Хотя бы воспоминание об этом даже. Итак, ну вот как, взрослые люди, они же в себе дети. Разве вы не были ребёнком? Какая девочка была маленькая, симпатичная? А вы что, не симпатичные? А все были маленькие, ты симпатичные. А и сейчас симпатичные. Но это, но всё-таки не такие же дети, не уж не дети вы совсем уже, да? Вот. Ну раз на личное бытие есть снятие становления, значит, на личном бытие есть становление. Правильный вывод? Что значит на личном бытие есть становление? То есть, в его содержании этого понятия есть и становление. Правда? А в становлении, кроме бытия, есть и что? Ничто. Вывод? На личном бытие есть ничто. Оно, правда, не на лицо. Правда? На лицо что? Бытие и всё. Спокойное и простое. А в этом спокойном и простом есть... Вот все сидят, вот мы с вами сидим, тут разговариваем спокойно, а у каждого всё время бьётся сердце. Постоянно. Мы-то спокойные и простые, а оно-то всё время должно работать. У нас бывает отдых, сон, прогулки. А у сердца бывает? Отдых, сон, прогулки. У него, как говорится, сердце, когда вас спросишь, отдохни, говоришь, он говорит, у меня был коллега, профессор Моисеенко, декан экономического куча, он говорит, отдохнём на погости. Вот примерно так работает сердце, да? Сердце, когда оно отдохнёт, то и вы будете отдыхать. там же, где оно будет отдыхать. Поэтому мы обнаружили в этом самом наличном бытии ничто. Но раньше мы имели дело с таким ничто, которое наравне с бытием. Правда? Ничто в бытие переходит, в ничто в становлении. А здесь не такая картина. Никуда это бытие не переходит на личное, а в нём есть ничто. Ну так это другое ничто. А раз другое ничто, надо по-другому его назвать. Какие есть предложения? Сейчас я назову название, и вы согласитесь, что оно вам знакомо. Вот такое ничто, которое в наличном бытие называется небытие. У нас нет возражения против такого названия? Пример. Самый элементарный. Вот уже дело идёт. Не так и не пройдёт ещё. Там и одной лекции, и вы можете пойти в буфет. Возьмёте вы чай. Сладкий. Будем пример такой рассмотреть. Сладкий чай. Сладкий чай – это чай, в который положили сахар. Вот кто-нибудь тут утверждает, утверждает, что сахар – это чай. То есть это отрицание чая. То есть это ничто чая. Да? Ничто чая, если кинуть, небытие чая кинуть в чай, будет что? Сладкий чай. То есть будет не просто чай, а какой-то особенный, сладкий. И поэтому вот обобщая эта философия, такое небытие, которое принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называет определённостью. Вот, например, я могу сказать про вас, что вы девушка в клетчатой рубашке или платье в клетчатом. Но вы не будете спорить, что платье – это не вы. Вы не платье. Это будет принижение считать вас платьем. А раз вы не платье, я и платье не вы, это ваше отрицание. Но это не просто ваше отрицание, на вас это платье. Значит, это ваше небытие в вас. То есть это ваша определённость, не более того. Хуже, когда в очереди стоят, говорят, я за красной кофточкой, тебя за человека вообще не считают. Я за красной кофточкой, очень хорошо видно, за кем я стою. А соседка вашим отрицанием, что является ваша определённость усереневая кофточка и так далее. И так можно. Это вот такое небытие, принятое бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытья, называется определённостью наличного бытия. Слово определённость, возможно, вы и не слышали, потому что про определение говорят, это более сложная категория, определённость. Ну, вот что является моей определённостью? Галстук сейчас является моей определённостью. Но понятно, что это не я. Если вы скажете, что я – это галстук, это будет оскорбление. Пришёл к нам один галстук и пытался читать лекцию. Запомните, что мы получили ещё одну категорию – определённость. А чай с лимоном? Никто не будет утверждать, что лимон – это чай. Ну, значит, это не чай. То есть отрицание чая. Отрицание чая. Кидаешь в чай и получаешь чай с отрицанием. С определённостью. Или чай с лимоном. Вам с лимоном, с бергамонтом. С чем вам? С молоком. Но молоко тоже ведь не чай. Чай с молоком. В Казахстане, если вам подают чай, то обязательно ставят маленький чайничек со сливками или таким же жирным молоком. Ни разу. Вот я был дважды в Алмате. Ни разу не было так, чтобы принесли чай и не принесли молоко. Я говорю, дайте чай. Они приносят зачем-то молоко. Чтобы я это молоко, то есть не чай налил. Чай, чтобы был молочный чай. Определённый чай. Ну вот, вы молодая девушка, да? Это определённость ваша молодая. Потому что если я уберу это вот, то есть, ну молодость, это же не вы. Вы вообще-то не молодость. Вы, собственно говоря, человек. Человек молодой. А не то, что молодость, а человек куда-то растворился. Или умный человек. Какой у него определённость? Ум. Так ум – это сам человек или ум всё-таки это не человек? Но хоть это очень важно, но ум – это не человек. И человек – это не ум. Умный человек – это определённый человек. Человек с умом. Определённым. Вот таким образом. Или ещё по-другому могу сказать. «Этот человек не дурак». Этот человек не дурак. Тут совсем сложно получается. Для того, чтобы понять, что это за человек, надо пойти искать вот дурака. Но дураков, всё-таки здесь у нас в университет, не так много их бродит. Поэтому это будет довольно долго – искать дурака, привезти сюда, вот открыть дверь, сюда привезти, сказать, вот он не такой. Он не дурак. Вот это определённость. Знаете, какие мы уже что знаем, какие категории? Перечисляю. Чистое бытие, чистое ничто, бытие – ничто. Переход бытия в ничто – это прихождение. Переход ничто в бытие – возникновение. Становление, ставшее спокойной простотой, то есть наличное бытие. Небытие – определённость. Это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот, допустим, вы изучили философию и приходите на экзамен. У вас в голове философия. Но философия – это же не вы. Вы не философия, философия не вы. Это ваше небытие. Но это теперь ваша определённость. Вы люди, которые изучили философию. А другие не изучили, у них такой определённости нет. Так, ну вот, мы медленно двигаемся вперёд. Двигаемся вперёд и продвигаемся. Теперь, как нам продвигаться дальше? Что у нас, какое открытие мы сделали? Мы открыли, наличное бытие, небытие, назвали его определённостью. Давайте его будем изучать. Но мы же его ещё не изучили. То есть мы делаем предметом своего рассмотрения вот эту самую определённость. Когда вы делаете её особым предметом рассмотрения, вот эта определённость, которая берётся изолированно сама по себе, как бытие уже, а никак не бытие, я её вытащил и рассматриваю. Ну, лимон можно вытащить из чая? Он был отрицанием чая, я его мысленно могу вытащить, могу немысленно, а прямо на вилку или ложкой его достал, и это уже, вот эта определённость изолирована от чая, взятая сама по себе. А если это мысленно взято, то вот это качество. Если умный человек, то какое у него качество? Ум. Если высокий человек, какое у него качество? Высокий рост. Если красивая девушка, какое качество? Красота. Но красота и всё равно, хоть это красота, можно сказать про девушку красота, но всё-таки красота и девушка, это всё равно разные. Потому что есть девушка, это её определённость, красота. Да если она ещё и умная, и красавица, совсем хорошо. Так? Правильно? Вот. Но и ум, и красота – это определённости чего, девушки этой? Так. Вот я могу сделать такой вывод. Посмотрел на всех, смотрю. На философию ходят одни брюнетки, а там что, блондинки все остальные? Вот на блондинок всё нападают. Говорят, что они не такие умные. Хотя это несправедливые нападки. Я думаю, вряд ли от цвета волос что-то зависит. Так. Берём качество. А что мы про качество можем сказать? Мы обдумывать начнём. Как его обдумывать? Как вы будете обдумывать, если непонятно, как обдумывать? Чтобы обдумывать и пойти вперёд, надо вернуться назад. Вот смотрите, мы рассматриваем качество, а перед этим было всё двустороннее. Наличное бытие и в нём небытие. В нём ничто и бытие. Значит, качество, взятое просто как бытие, недостаточное для рассмотрения. Надо взять качество как бытие и качество как ничто. Вот качество как бытие, знаете, как называется? Реальность. Слышали такое слово? А качество как ничто называется отрицанием. Вот можно сказать, красивая девушка – это будет реальность. А можно сказать, не дурна. Как вам больше нравится вариант? Как называть? Я думаю, лучше называть как реальность, а не как отрицание. Правильно? Можно сказать, умный человек, а можно сказать, не дурак. Но это вроде смысл почти тот же самый. Ну, умный же не дурак. Но не дурак – это одно, а умный – это не совсем то. Поэтому одно и то же качество, оно может быть выражено двое. Вот и философы хитрые, они могут это использовать. Например, вы про кого-то можете сказать, сегодня вы выглядите вроде бы прилично. Вы что-то плохое сказали? Сегодня вы выглядите вроде бы прилично. Вчера, наверное, неприлично, завтра будете неприлично. А сегодня вы выглядите вроде бы. Что значит вроде бы? Вроде бы – это означает, что отрицание. Отрицание – это, наверное, вроде бы да, а может быть и нет. Только как окажемость – прилично. А в остальные дни – неприлично. То есть иногда так похвалят, что это хуже, чем тебя, так сказать, полили чем-то грязью какой-то. Поэтому это вот такой даёт гибкость в изображении мира. И даже в отношениях. Так. Ну так что нам делать теперь? У нас, смотрите, что получается. На личное бытие мы его никуда не дели, оно не пропало. Реальность и отрицание. Три предмета перед нашими глазами, и они разошлись. Помните, как в становлении всё сошлось? Бытие – ничто, там всё единство было, хорошо. А тут три предмета на нашем, так сказать, столе научном. Они все разные есть. Это плохо. Это так не пойдёт делать. Давайте обдумывать будем. Во-первых, подумаем про реальность. А реальность, она же есть? Есть? Как вы считаете, реальность есть? – Да. – Значит, оно бытие. Какое? Какое вы сейчас знаете бытие у нас уже? Какого? Наличное. Наличное. Ничего тут особенно придумывать не надо. Наличное. Реальность есть – наличное бытие. Вот другой бы побежал дальше, а философ остановился и говорит, ну что, мы уже доказали, что снято различие реальности и наличного бытия. Что значит снято? Вот если между нами с вами различие снято, как между философами. Что, у нас нет различия, что ли? Снятие – это же отрицание с удержанием различия. Поэтому вот такое высказывание. Снято различие реальности и наличного бытия. Взялись теперь за отрицание. Что вы скажете про отрицание? – Отрицание. – Вот. Вот люди, чувствуете? Вот эти философские, образованные, подготовленные люди. Ничего не стоит им это, пришить такую проблему. Значит, оно снято различие, тоже наличное бытие. Значит, снято различие между отрицанием и наличным бытием. А у нас было… Определённость была в двух видах. Отрицание – как отрицание, как реальность. Значит, и то различие снято, и другое. Все различия сняты нет отдельно реальности, нет отдельно отрицания и нет отдельно наличного бытия. А что есть? что получилось раз сняты все различия если все одно теперь как это одно назвать это надо название врать у гегеля воровать потому что мы сам не додумаешься это называется определенное наличное бытие было просто наличными все определенное вроде просто и понятно определенное наличное бытие очень длинно скажем для современной молодежи неприемлемо почему потому что все только начинают быть короче я как-то иду по историческому факультету нам человек 7 девушек стоит так бурно беседует слышно только одно короче 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 поэтому я понял что надо короче излагать излагаю короче значит определенное наличное бытие это налично сущие условия слова сущие слышали когда-нибудь она не часто употребляется да это не существует другое сущее существующие это очень сложно это мы до него не скоро дойдем сущие а что такое сущие кто не задумывался вот пушкин писал и назовет меня всяк сущий в нем язык где в нем в нашем государстве в российском язык это народ да а сущий вот какие есть на лицо народа это сущие на лицо хлеб насущие да какой хлеб который в магазине или который у вас на столе мысли у вас еще где-то запрятан или за ним надо идти он не насущие он есть но это не насущие вот у вас насущие вашего тетрадочка где вы записываете вот она не записывание это не насущие она приготовлена она может записать но она говорит зачем мне записывать меня все в памяти как в граните все сразу там отпечатывается и уже не вытришь ни с чем то есть не слово сущие у вас там насущие вот у вас телефон насущие если вы положили его в сумку уже вы не могли бы сказать что он насущие у вас сущие правда он есть но не на лицо вот то что на лицо это насущие поэтому короче говоря можно про определенные на личном пути такой трехсложную формулу определенные на личном пути ага подлиннее не могли бы придумать и мы ее сократили до двух по просьбе трудящихся на лично сущие а еще нельзя сократить это нормальное требование со стороны студентов уважаемый товарищ лектор нельзя ли еще сократить вашу эту вот категорию можно наличное сущее или нечто вот обратите внимание слова нечто вот запишите нечто и посмотрите на него когда не в жизни вы смотрели на слово нечто и обдумывали слова нечто но мы никогда его что увидите нечто это что это что это значит бытие правильно что они это же отрицание то есть небытие вот не быть и бытие так и быть и а в целом это нечто дополнительное высказание это бытие вот посмотрите об это бытие а впереди нахально стоит «не». По идее, вроде как бы, если стоит «не», вот если бы мы «не» бы отделили и написали «не», пропуск, что? А получилось бы отрицание. А «не» что, когда это «не» сложено в одно, и несмотря на то, что оно вот впереди стоит, в качестве паровоза отрицание стоит, и оно тащит что? А получилось, что впереди стоит определённость небытия, принятая в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И вот это вот называется «нечто». «Нечто». Вот до чего мы дошли. До «нечто». И, конечно, «нечто» это положительно, говорят, ну, это «нечто». Приходят в музей, гуляют, это «нечто», это произведение искусства, «нечто». Некто рассматривает «нечто». Так. Что дальше делать? Что делает дальше и философия, и диалектика, что она делает? Она не делает прыжков. Знаете, как вот белка, ей дашь орешки, она, значит, прежде чем их взять, она раз куда-то в сторону убежит, потом опять вернётся. А диалектика, она берёт то, что получилось, и дальше начинает разглядывать. Обратите внимание, мы уже с вами двигаемся от самого простого, от чистого бытия, и вот куда уже мы пришли. у нас уже нечто. Раз мы пришли к нечто, будем нечто изучать. Будем изучать нечто. А как его изучать? Расглядывать умственным взором. Что вы знаете про нечто? Видите, как народ натренирован. Просто приятно слышать, что оно есть. Значит, а раз оно есть, то оно что? Бытие. Какое? Какое? Ну, какое у нас сейчас бытие? Мы же не можем вернуться назад. Мы уже всё на уровне наличное бытие. И не просто наличное, а определённое наличное бытие. А в наличном бытии есть и небытие. Есть? Есть. Значит, наше вот нечто надо взять и как бытие, и как ничто. Согласны? То есть нам само это нечто является масштабом для односторонности взятого его только как бытие. Мы должны взять его как бытие, как ничто. Как называется другое нечто? Другое нечто? Как называется? Это вопрос с обманом. Как называется не это нечто, а другое? Сказать? Нет, оно называется другое. Или иное. То есть нечто и иное. Вот у нас уже есть. Было только нечто, а сегодня нечто и иное. Но нечто мы уже рассматривали само по себе, правда? Чего его рассматривать? С ним всё ясно. Давайте рассматриваем. Нечто по отношению к этому. Вот если брать нечто, то иное по отношению к нечто есть иное. То есть такое, другое. Нечто по отношению к первому нечто есть иное. А иное, если взять за нечто, это же нечто, иное, оно тоже же нечто. Тогда то будет нечто, а это будет тогда иное. То первое нечто, которое мы брали. То есть безразлично, что взять за нечто, что взять за иное. Вот если мы два человека, то вы первый человек, я второй. Но если вас не устраивает первое, ну хорошо, я первый, вы второй. Я нечто, вы иное. Или если вы нечто, то я иное. Правильно? Безразлично, что брать за нечто, что взять за иное. Но вот в чём фокус, так сказать, диалектики, что она не постулирует что-то такое, что кто-то выдумал, а выводит. Вот давайте мы, мы же рассмотрели уже нечто, теперь нечто по отношению к иному, рассмотрели иное по отношению к нечто, чего-то мы ещё не доделали. Мы не рассмотрели иное по отношению к самому себе. Вот сейчас вам будет сложная задача. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что такое отношение, что такое иное по отношению к самому себе? Не по отношению к нечто, а по отношению к самому себе. Я не спрашиваю, что такое вы по отношению к самому себе. Я про иное спрашиваю, чтобы не переходить на личность. Вот иное по отношению к самому себе. Вот можете ответить на этот вопрос? Можно я отвечу? Иное по отношению к самому себе есть иное. Согласны? Ну, раз оно иное по отношению к самому себе, оно иное. Согласны? Давайте запишем это. Вывод, какой мы пришли. Гениальный результат нашего творчества. Что иное иного есть иное. Я думаю, надо на этом интересном месте остановиться и отпустить вас на перерыв. Сколько вам нужно, чтобы отдохнуть от такой сложной работы? Вот у нас с вами без 20 начинается, да? Следующее. Вот без 20 продолжим. Потом мы так вот... А? Ну, вы должны обдумать. У вас на обдумание вам дается 20 минут. Из них 10 минут чистого отдыха. А ещё 10 минут – это свободное время. А свободное время как определяется в философии, не знаете? Думаете, это внерабочее или внеучебное? Нет. Свободное время – это время для свободного развития. Если вам удаётся в это время развиваться, оно свободное. Если вы его истратили, и не развились, оно не свободное. Так вот, вам надо решить задачу. Что это такое? Какие выводы можно сделать из выражения? Иное – иное, есть иное. Вот такая задача. Через 20 минут будет опрос. Ну, если вы не сможете, поскольку вы можете сказать, вы лектор, так вы и отвечаете, то я и отвечу. Но я думаю, зачем я буду таких достойных умных людей учить, если они сами за это задумались. Правильно? То есть я начинаю говорить сам только тогда, когда вы не можете додуматься. Если вы можете додуматься, сказать, ну, что вы нам это рассказываете? Что мы вообще сами не понимаем, что ли? Вот, пожалуйста, перерыв. Можете спросить? Да. Просто, получается, мы эти лектика, она постоянно, мы, грубо говоря, перерывались этими понятиями бытия и ничто, если вот упростить. То есть, получается, вот эти все подсылки, они очень будут цикличны, или есть ли это вообще конец? То есть мы спустя... Это не конец, а начало у нас. У нас конца нету в диалектике. Есть начало. Конца нету. То есть это вот так вот и может повторяться. А результат есть. А результат есть. А результат – это не конец. Вот обычная такая ошибка такая, что берут две категории – начало и конец. Начало и результат. А результат – это развернутое начало, а начало – это неразвитый результат. Вот тогда будет правильно. А раз это неразвитый результат, значит, что происходит вот в этом диалектическом движении? Вы получаете категории, которые ничего не оставляют позади себя. Это все сгущается, уплотняется в самой этой категории. Она сложная, и все более сложная, и все более сложная. Но она вся… Ну, что такое сложная? Ответите на вопрос. Сложная не состоит, а сложная. Вы ушли от языка. А вы смотрите, сложная, сложная. Если человек чувствует, так сказать, языка, почему? А язык – это душа народа. Это раз. Во-вторых, язык повторяет какие-то слова миллиарды раз. И если это закрепилось в языке, это значит то, что является всеобщим. Потому что если это не является всеобщим, оно в языке, если вот это было только для этой страны, и в это время, и все, и исчезло. Это могут раскопать, найти музейную ценность. Но то, что входит в мировую культуру, оно в языке отражается обязательно. Поэтому есть такой заход. Можно много сил потратить, экспедиции сделать, все это изучать, все горы исходить, все страны объедить. А можно, сидя на одном месте, изучая язык, язык изучая. Но язык не французский, не немецкий, не английский, не испанский. А язык человеческий. Потому что вот все эти категории, которые я вам называл, они говорят так, что они есть в любом развитом языке. Ну, там есть какие-то племена в Африке, которые еще, так сказать, у них такой уровень развития. И не в смысле того способности. Способности у них-то вполне такие же. как у нас. А в смысле развития, поскольку культурного развития, поскольку они, так сказать, на другой стадии общественного развития стояли, этого нет. Но в любом, говорит, развитом языке все это есть. Поэтому и можно перевести, скажем, это написал Гегель, а больше всего издано его произведение. Где? В России. Есть такая книга, Шумин. Гегель и судьба России. И так им бескрайние поля такие. И сверху портрет Гегеля. Все здесь забавно. Более того, значит, так получилось, что во всех государствах основа идеологии составляет что? Религия. Дескать, вот христианская религия в Германии. Там есть, соответственно, христианская социальная партия, христианская демократическая партия. У нас, значит, тоже, там, при царе, у нас православие, так сказать, и так далее. А Советский Союз был единственным государством, у которого в основе идеологии лежала философия. Причём философия не выработанная, скажем, в России, а гегельская философия, диалектика, немецкая классическая философия. То есть единственная страна, в которой в основе идеологии стояла наука, это СССР. И это один из, так сказать, источников и могущества, и развития, и духа, и так далее. И причём это такая великая философия, которая принадлежит всему человечеству, и, так сказать, на которой, на гениальном, так сказать, фундаменте можно было построить и бурное развитие страны. И наоборот, если она утрачивается, эта вот основа. Поэтому мы с вами вроде долго возимся с этими делами. Простые категории. Самому это вот без помощи, это вот так в лёд схватить трудно. У нас был ректор такой, академик Александров Александр Данилович, геометр. Он читал у нас лекции на Матмехе. И иногда читал, и он ещё был крупный философ, иногда он читал лекции вот в актовом зале университета, в который можно было зайти любому человеку с улицы. Это сейчас вот у нас везде на всякие случаи сделаны пропуска, чтобы никто не пришёл и не узнал, а что такое нибудье. Потому что всё это стоит деньги теперь. Ну а что такое? У нас закрывают не такие аудитории, в которых есть, допустим, компьютер, а эту чё закрывать? Вот чё эту аудиторию закрывать? Чтобы студенты болтались в коридоре, чтобы они вот там сидите на преступочках, будто вы не хозяева университета, а вы кто такие? Ну кто такие вы? Бедняки там сидите. Скажем, если на экономическом факультете у нас было так, что там был такой рекреационный жал, и окна, и там можно было отдыхать, цветы стояли в окно, можно было смотреть. Раз, и сделали аудиторию очередную. Ну и куда? Вот осталось деканат, туалет, кридор. Всё. Вот. Так вот, приходил весь университет слушать этого Александра. Он 16 элементов диалекции, Геуге, я читал лекции. Битком набитый. И вообще была практика. На хорошие лекции ходили. Вот сейчас суньтесь. У нас, в принципе, есть пропуска на любой факультет. Как бы для самих универсантов. Но если уж не универсант, ну а что, чем мне помешает больнослушатель? Ну было бы, ещё тут два человека сидели. Если бы они, конечно, нам мешали, я бы их сразу выставил. А если они тихо сидели и слушали, ну и на здоровье поиска и слушают. Что от того? Если я передаю идею вам, это товар? Почему? Потому что товар – это то, чем обменивается. А тут я себе-то оставляю. То есть я, если бы я вам передал, и, говорится, я вам свои знания передал. И что, без знаний остались? Да вы что? А я-то составлюсь с теми знаниями, которые, передавая знания, я эти знания оставляю себе. Поэтому тут нету никакого тут обмена, нет передачи. Поэтому и собственности тут не может быть на самом деле. Хотя пытаются насадить на все продукты интеллектуального труда, собственность и так далее, чтобы меньше вы смотрели, меньше читали, вам сузить круг, или платили, платили, чтобы с каждого движения, в том числе, вроде какой прогресс, там интернет, чтобы с движения с вас собрать деньги. Состричь. Такая интересная штука. Субтитры создавал DimaTorzok